Добрый вечер, уважаемые друзья! Меня зовут Андрей Веселов. И сегодня мы поговорим о том, как можно заработать много денег, я надеюсь, что не меньше миллиона, на партнерской программе B2B Basis. Что для этого нужно сделать, для того, чтобы деньги эти заработать. Итак, что сегодня будет очень вкратце, или что у нас сегодня в программе? Сначала мы с вами немножко познакомимся. Я расскажу в том числе чуть-чуть о продуктах B2B Basis. Дальше, если нужно, расскажу, как работают партнерские программы в интернет в общем. Если понадобится, то и поподробнее расскажу, какие у нас есть продукты и как можно их продавать. Дальше мы с вами поиграем в угадайку на примере воронки продаж. Одно из воронок продаж B2B Basis. И вы увидите прямо на этом кейсе, вы увидите и прочувствуете, как работает воронка продаж. После этого я расскажу про материалы для партнеров, которые у нас есть. И выдам пошагу алгоритм, как заработать миллион на партнерской программе. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Андрей Веселов, как я уже представился. Я предприниматель. У меня за последние 11 лет я создал 4 бизнеса, один продал, три осталось. И вот один из этих бизнесов – это портал бизнес-обучения B2B Basis. Нужно ли подробнее рассказывать о себе и о том, что делает B2B Basis, или вы уже знаете? Если нужно, то поставьте плюс, если знаете, то поставьте два плюса. Если очень-очень коротко – нужно. Не все знают. Татьяна, ну вы-то знаете, зачем поставили два плюса. Ладно. Давайте расскажу в двух словах. Мы, в отличие от классических тренинговых компаний, мы образовываем людей в интернет. И это сознательное такое решение, потому что, на мой взгляд, интернет-обучение, оно мощнее, удобнее и более результативное в большинстве случаев, чем живое. Потому что, представьте, вы сходили на лекцию двухдневную, на какой-нибудь семинар, вам прочитали информацию, в лучшем случае вы получили упражнения. Их выполнили, но очень много так называемых тренингов, их проводят вообще без упражнений. И когда вы на два дня с полным погружением идете на какой-нибудь тренинг, то потом, когда вы выходите с этого тренинга, у вас через пять дней уже, даже через три дня после этого тренинга, как вы думаете, сколько в голове остается? То есть, вот вы пришли, вам с утра до вечера два дня впихивали в вас информацию, и сколько у вас в голове из этой информации останется через три дня? 30% елки-палки, откуда вы знаете? Правда, где-то 20-30% реально. Это вот ученые проводили такие эксперименты, и выявили, что где-то через три дня в голове остается 20-30% действительно от тренинга. Поэтому выход из этого какой? Нужно дробить информацию. Собирать даже однодневные тренинги для провайдеров становится накладно, потому что что однодневный собирать, что короткий мастер-класс на три часа, что двухдневный по усилиям получается практически одно и то же по энергозатратам, по ресурсам, а в конечном итоге выхлоп получается маленький. Поэтому обычные провайдеры живого обучения, они не делают программ таких коротких, потому что это просто невыгодно собирать. Это, во-первых, сложно группу из 20 человек собрать на 4 коротких мастер-класса по полдня. Например, можно же разбить двудневный тренинг на короткие мастер-классы с заданием после каждого, например, хотя бы на 4 части. Берем полдня, полдня, через неделю, еще полдня, через две недели, и через три недели, четвертые полдня. Но здесь сложность в логистике, сложно группу собрать в одно и то же время, чисто синхронизировать время 20 людей. Да и никто не любит так учиться. Поэтому, на мой взгляд, сейчас онлайн-обучение набирает обороты, потому что мы, допустим, проектируем все свои программы таким образом, что идет час-полтора часа максимум установочная лекция с объяснением, что и как нужно делать. После этого идет задание, и дальше люди отпускаются уже в работу выполнять это задание. И таким образом информация не теряется, и в голове хранится только то, что нужно для выполнения задания. И более того, такое обучение можно проходить без отрыва от производства и от рабочей деятельности. И, на мой взгляд, онлайн-обучение, онлайн-курсы, они гораздо более перспективные и мощные по сравнению с другими программами. Их просто, в принципе, можно спроектировать с методологической точки зрения, сделать более мощными, чем обычное обучение. Другой вопрос, что некоторые люди не умеют обучаться по видеозаписям. Там тоже есть свои хитрости, но сегодня вебинар не об этом. Сегодня вебинар о том, как заработать денег на онлайн-обучении. Поэтому, наверное, для начала достаточно. У нас есть онлайн-продукты, про которые я вам позднее расскажу. Ну и время от времени мы проводим конференции с очень известными людьми. На них тоже можно заработать, равно как и на наших онлайн-продуктах. Итак, друзья мои, представьтесь, пожалуйста, расскажите мне, кто вы и почему вы здесь. Вот какие бывают варианты. Первое. Вы подписчик B2B basis, либо клиент, и просто вам нравится, что мы делаем. Вы и так рекомендуете. Когда люди нравятся, они обычно рекомендуют. Вот сейчас вы рекомендуете без пользы для себя, а могли бы на этом деньги зарабатывать. Второе. Вы автор рассылки. У вас есть свой подписной список с подписчиками. Они вас читают, и вы могли бы их покормить полезным контентом, разослать, например, какие-нибудь интересные видео от нас, и заодно на этом заработать денег. Третье. Вы владелец ресурса. Например, у вас есть какой-то сайт, либо блог с очень большим трафиком, и вы хотели бы его монетизировать. Четвертое. Вы профессиональный CPA-партнер. Что такое CPA, я попозже расскажу. Есть класс таких профессионалов в интернет-маркетинге и продаже, которые зарабатывают на жизнь тем, что за деньги продвигают чужие продукты, чужие сайты. У них есть трафик, они умеют выстраивать привлечение целевого трафика в интернет. И вот в CPA-программах регистрируются и зарабатывают деньги на партнерках. Именно так, как, может быть, некоторые из вас, но только на профессиональном уровне. Они, вот у них это единственная профессия. Они участвуют в многих-многих партнерских программах и на этом зарабатывают. Пятое. Просто интересуюсь, а вдруг миллион дадут. Да, вот приду на вебинар, мне расскажут, как заработать. Я узнаю, у меня эта мысль в голове поселится и сразу, бац, миллион завтра свалится. Ну, здесь, наверное, я вас огорчу. Миллион никто не даст. Работать нужно хоть чуть-чуть. Вот. Ну, просто интересуйтесь, тоже вариант. Ну, и шестое, другое. Напишите, пожалуйста, в чат, там, циферку, где вы себя видите. Так, Сергей, ваш подписчик и партнер. Можно было бы так длинно не писать, можно было бы поставить один. Я понял, спасибо, остальные. Один. Интересуют варианты заработка. Так, шесть. Ссылка и тренинговый центр. Хорошо, я понял. То есть, наверное, здесь вы… Да, большинство у нас подписчиков хотят заработать на рекомендации. Ну, хорошо, об этом мы поговорим сегодня. Тогда вопрос. Вот я вижу, кто-то здесь уже зарегистрирован в партнерской программе B2Basis. Это Сергей. Напишите, пожалуйста, остальные. А вы уже зарегистрированы в партнерской программе B2Basis? Или в первый раз о ней слышите? Один, да? Два, нет. Не зарегистрированы. Понятно. Ну, тогда для того… Я вам пока не буду говорить, где находится и ссылку в чат класть, где находится эта партнерка. Вдруг вам вообще не нужна эта партнерская программа. Вот, давайте для начала я вам расскажу, где она находится, а потом вы уже сможете зайти на сайт и зарегистрироваться в ней. Если нужно, ссылку в чат скопирую. Расскажите мне, пожалуйста, вы знаете принципы, базовые принципы работ партнерских программ в интернет? Нужно их объяснять или нет? Давайте 9, если нужно, 5, если не нужно. Так, Сергей уже знает. Многие не знают. Ну, Сергей, придется вам потерпеть немножко. Я постараюсь быстро про базовые принципы рассказать. Надеюсь, вы не заскучаете. Давайте я вам расскажу про базовые принципы организации партнерских программ в интернет. Смотрите. На самом деле принцип абсолютно такой же, как и в кросс-маркетинге в традиционном бизнесе. Заключается он вот в чем. Есть кросс-маркетинг активный, есть кросс-маркетинг пассивный. Кросс-маркетинг активный отличается тем, что отдел продаж или маркетинга, в данном случае это вы, вы информируете о каком-то продукте партнера и обратно получаете ответ. То есть вы звоните им и спрашиваете, ну что, получили письмо? Они говорят, нет, не получили. Хорошо, сейчас еще пришлю. Ну что, получили письмо? Да, получили. Прочитали? Нет, не прочитали. Ну, прочитайте, оно важное. Ну, потом дальше. Получили? Да. Прочитали? Да. Что думаете? Не хочу. Ну, не хочу. Ладно, бог с ним. Что думаете? Хорошо, хорошая программа, либо хороший продукт хочу купить. И вот в этот момент уже отдел маркетинга и продаж, который продвигает продукт партнера, передает заявку партнеру-поставщику. Ну, вот это кросс-маркетинг активный, которого здесь нет. Кросс-маркетинг пассивный заключается в том, что отдел продаж либо маркетинга, либо вы в данном случае информируете о продуктах, либо новостях партнера, своих постоянных клиентов, либо своих знакомых, и даже не пытаетесь получить ответ. Ну, проинформировали и все. И вам, вообще говоря, не важно, прочитал он эту информацию, не прочитал, заинтересовался, не заинтересовался, вот до фонаря. Просто выслали письмо, или там разместили у себя на сайте, или в блоге баннер, и все. И по большому счету дальше хоть трава не расти. Ну, не ваша проблема. Вот. И постоянный клиент может обратиться, а может и не обратиться, никто его не допинывает. И у партнера-поставщика тоже нет никаких контактов ваших постоянных клиентов. Но здесь возникает проблема, как отследить, кто привел клиент. Потому что в данном случае B2BBasis выступает как партнер-поставщик. И когда, если вы просто даете рекомендацию вашему постоянному клиенту, либо знакомому, а он звонит нам, то и, разумеется, он не признается сразу, что это вы ему порекомендовали. Он говорит, что вот, заинтересовался вот таким продуктом. Заставить отдел продаж вычислять, по какому каналу пришел клиент, практически невозможно. Я во многих бизнесах пробовал, мне не получилось. Кто бы что ни писал. Это нужно все-таки иметь инструменты отслеживания. К счастью, в интернете все очень даже здорово. И проблема, как отследить, кто привел клиента, не стоит. Если партнер, то есть вы информируете о новостях и продуктах B2Basis не прямой ссылкой, а специально помеченной, то тогда уже, когда ваш знакомый переходит по этой ссылке, то система его автоматически помечает, что это вы его привели. И даже если этот посетитель сайта, которого вы привели к нам на ресурс, не делает заказ сразу, а делает его через месяц, например, или через 5 месяцев, то система все равно знает, что это вы его привели. Это делается комбинацией методов по IP-адресу и по куклам в браузере. То есть там разные механизмы используются. А если человек подписывается, то еще идентификация по e-mail происходит. И происходит привязка вашего трафика к вам непосредственно. И если человек будет делать повторный заказ даже с другого компьютера, то по e-mail его отследят, что это вы его порекомендовали к нам обратиться, и вам будут начислены комиссионные. Понятно, как работает интернет, партнерские программы в интернет, что люди получают специально промаркированную ссылку, дальше начинают что-то слать в интернет, неважно это где, через e-mail, через блоги, либо через социальные сети, либо на сайте баннеры размещать, либо контекстную рекламу давать. Главное, чтобы они информировали о продуктах именно с помощью специальной ссылки со специальным идентификатором. И тогда уже отследить, кто привел клиента, это очень просто, система автоматически их учитывает. Так, только одной Татьяне понятно? Или все остальные сидят в шоке? Или у них пропал интернет? Так, отлично, проснулись. Хорошо, давайте к следующему вопросу, если вам эта идея понятна, то двигаемся дальше. Какие же у нас есть, собственно, продукты, на которых можно заработать? Смотрите, у нас раньше мы делали, если, вот, кстати, сколько лет вы читаете наши рассылки, или сколько месяцев? Давайте в месяцах напишите, пожалуйста, если там 2 года, напишите 24 месяца, если 3 года, 36 месяцев, или там, если больше, там, через 3, напишите 36+. Ну, вот, приблизительно, сколько месяцев вы читаете? Так, 12, 18 месяцев, кто-то 5, ага, 1 месяц, 6, 6. Понятно. Ну, вот те, кто читают нас больше 12 месяцев, либо 12 месяцев, вы наверняка заметили, что у нас есть готовые какие-то видеозаписи, которые, в принципе, можно было бы порекламировать и попродавать. И время от времени мы еще живые проводим вебинары, и на эти вебинары тоже можно порекомендовать людям и на этом заработать. Вот, за последние 3 года мы создали таких полноценных, очень хороших тренингов, онлайновых, автотренингов, которые мощнее и лучше, чем живые семинары, про которые я в самом начале рассказывал. 5 штук, 1, точнее, 4 штуки плюс 1 продукт мы очень хорошо обновили. 1 продукт, это я буду начинать не по порядку, никак здесь, это 5 систем найма. Здесь речь идет про выстраивание системы найма и подбора персонала, как не ошибиться в найме сотрудников, раз, и второе, как сделать так, чтобы к вам сотрудники приходили, потому что у компании 2 проблемы. Первое, они не могут найти нужных кандидатов, они просто не приходят. А второе, из тех, кого приходят, они отбирают не тех, ошибаются в выборе. Второе, очень классный тренинг, организация работы отдела продаж, клиентский гамбит. Третье, это большой бизнес-прорыв, как сделать так, чтобы ваш бизнес развивался быстрее и в конечном итоге перешел из малого в средний. И четвертое, это как заставить сайт продавать. И пятый вот такой продукт, он без домашних заданий, но он пришел на смену двум другим продуктам, это искусство телефонов продаж и как увеличить продажу за 30 дней для менеджеров по продажам. Он называется 58 фишек. На самом деле там 58 фишек плюс 11, 69, 11 там идут бонусом. И он нужен для того, чтобы обучать новых менеджеров по продажам и обучать существующих менеджеров по продажам. Там даются конкретные речевые обороты, конкретные методы увеличения продаж. И стоимость всех этих продуктов, которые я назвал, она стартует от 9000 рублей. То есть вы видите 9001, два продукта по 9900 и следующие продукты 17000 и 27000. На основные продукты мы выплачиваем партнерскую комиссию в размере 30% от суммы продажи. То есть если вы получаете партнерскую ссылку и отправляете своим знакомым, говорите, вот смотрите, какой классный продукт, например, 58 фишек для увеличения продаж. Он действительно очень классный, сумасшедший. Там вот эти фишки, так называемые методы, инструменты, которые дает Дмитрий Ткаченко, они это именно те, которые еще пока работают, на которых глаз, на которые клиенты еще пока не умеют отслеживать, что это приемы. Потому что наверняка же вы, кто слышал про такой прием, как выбор без выбора? Например, вы говорите, вам когда удобно встретиться? В четверг или в пятницу? Или вам когда там? Куда направить подтверждение о заказе? Или как отправить? Е-мейлом или по почте? Или там с курьером? Вот слышали кто-нибудь? Кто слышал, поставьте в чат циферку 4. Так, о, подкованная аудитория. Так вот, да, вы так делали. К сожалению, это уже давно перестало работать, потому что, уж если вы это знаете, то и закупщики это тоже знают. И профессиональные покупатели, а в B2B профессиональные покупатели, я вас уверяю, да, они эти все манипуляции четко отслеживают, и вам руководитель может сказать, что, э-э, друг мой, еще раз так сделаешь, что ты мне выбор без выбора тут даешь? Еще раз так сделаешь, я тебя на порог не пущу. Вот, поэтому выбор без выбора, к сожалению, устаревшая технология, она не входит в 58 фишек. Там именно те приемы, которые еще пока не знают, ну, которые пока еще работают, которые, скажем так, на обычных тренингах не рассказывают. Вот это очень классный продукт. Ну, у нас, в принципе, все продукты достаточно неплохие. И вот шестой продукт, как вы видите здесь на слайде, это видеокомментарий к 8 интеллект-картам. Он стоит полторы тысячи рублей, но за него мы выплачиваем не 30% комиссии, а 80%. Ну, что это за продукт, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас пока, в общем, должна быть понятна такая картина, что можно продавать. И мне кажется, это наиболее основные вещи, которые волнуют практически любую компанию. Это первое, как обучить менеджеров по продажам. Второе, это как набрать персонал. Третье, это как правильно управлять продажами, организовать работу отдела продаж. Четвертое, это, собственно, что делать с менеджментом и управлением, со стратегией. И для этого большой бизнес-порыв у нас, создан продукт. Ну, и пятое, это как заставить сайт продавать. Потому что очень много продаж за последние два года начало приходить через сайт, через заявки сайта. Поэтому это очень важный момент. И я думаю, что сейчас многие предприятия, они не знают, что делать со своими интернет-продажами. Потому что всплеск продаж в интернет есть, а специалистов, которых они могли бы нанять, малый и средний бизнес, их нет. Все более или менее вменяемые интернет-специалисты, они пошли работать на крупный бизнес, где бюджеты существенно выше, чем в малом бизнесе. А извините, у нас субъектов малого бизнеса в России одних только индивидуальных предпринимателей 800 тысяч, а у ООШ их на упрощенке 600. Итого, 1,4 миллиона компаний теоретически скоро будут думать о том, как повышать больше заявок сайта и что делать со своими интернет-продажами. Вот для этого у нас есть тоже соответствующий продукт. Вот Алексей здесь зрит в корень. А вы считали конверсию в B2B? Вот именно о конверсии я вам и хотел сегодня рассказать. И вот это правильный совершенно вопрос, мы до него дойдем чуть-чуть попозже. Подождите, Алексей, не будем бежать впереди паровоза. Давайте для начала просто вот хотелось бы узнать у вас, а какие агентские продажи вам больше подходят? Какие тут варианты? Первое, активные продажи по телефону. Никто не запрещает взять позвонить в компанию, и мы даже готовы выдать все скрипты для того, чтобы звонить в компанию и продавать эти продукты, которые я сейчас перечислял активным образом. Более того, за активные продажи по телефону, может, даже больше денег будем платить. Дальше. Второе, может быть, у кого-то есть своя рассылка на 10 тысяч человек, а может быть, на 50, да, делаете рассылку и продаете. Третье, баннеры статьи на сайтах, и четвертое, просто рекомендации. У вас нет ни рассылки, ни баннер, ни статей, и активные продажи вам не подходят. И вы просто, скажем так, могли бы что-то размещать у себя в блогах, в социальных сетях, либо там на страничке. Напишите в чат, пожалуйста, от 1 до 5, что вам больше подходит. Платная реклама через свои аккаунты в соцсетях. Да, такого варианта здесь нет. Нет, это другое. Сергей согласен. 3-4, баннеры в статьях, просто рекомендации. 2. Смотрите, в чем разница, что в первом случае нужно очень много трудозатрат. Действительно, звонки делать тяжело, долго, еще перезванивать надо, время много уходит. Второй, третий вариант, он тоже наименее затратный. Один раз разместил, один раз послал или разместил в автоматическую серию писем, ссылочку, и все заработало. То же самое касается баннеров статей на сайт. Берете готовые статьи, берете баннеры. Я надеюсь, они у нас уже готовы. Вот тут Оксана присутствует. Оксана, у нас баннеры статей появились на сайте в разделе для партнеров. Или у нас пока еще раздел для партнеров на сайте не готов. Напишите в чат, пожалуйста. А вот четвертое, просто рекомендации, сайт, блок, соцсети, это тоже достаточно затратный способ, потому что вам нужно работать постоянно над этим. В соцсетях, допустим, чтобы вы не публиковали, все, проходит два дня, ваш пост уже усвистел в новостной ленте, его никогда в жизни никто не найдет. И он даже там не проиндексируется. Поэтому по, скажем так, трудозатратам, наверное, метод 1 и метод 4, они наиболее энергоемкие. Наименее энергоемкие, это, конечно, 2-3 варианта. И пятый, если вы умеете давать рекламу, как, например, в Сергею, в платную рекламу через свои аккаунты в соцсетях. Давайте поговорим немного о конверсии. Здесь уже вопрос, как продавать. Для того, чтобы было понятно, как продавать, разрешите вам рассказать кейс один, небольшой. Он связан с продажей CRM-системы. Ну, считайте, что, допустим, вместо CRM-системы может стоять какой-нибудь обучающий продукт наш. Это не важно. Раньше мы продавали CRM-систему. Вот если мы давали простую рекламу, купи CRM-систему, купи CRM-систему, и человек с этого рекламного объявления заходил к нам на сайт, то он сразу почему-то не покупал CRM-систему. У нас весь бюджет сливался в ноль. Мы там сколько денег не тратили, клиентов это не приводило. Поэтому мы пошли по модели Freemium и начали давать людям возможность скачать бесплатную версию этого программного обеспечения. И когда они начинали пользоваться программой, то многим из них они понимали, что программа полезная, и переходили на платную версию с более расширенным функционалом. Но самое удивительное было в другом, что когда мы ввели рассылку, то есть не просто начали людей, то есть когда мы вкладывали деньги, скачая бесплатную CRM, то модель выглядела таким образом. Мы полтинник тратили на рекламу, с продаж получали тот же самый полтинник, либо 70 тысяч, то есть на 0-20 тысяч рублей больше. Понятно, что 20 тысяч рублей – какая-то неинтересная прибыль, даже на зарплату сейлзу не хватит, не то что программисту. Поэтому мы подумали, ой, что же не так-то здесь? Начали спрашивать, и люди нам сказали, а мы не понимаем вообще, что такое этапы продаж, и поэтому я создал рассылку, как повысить продажу на 20%, и в ней объяснил, как действует CRM, зачем она нужна, но объяснил это после того, как прислал людям информацию о других способах повышения продаж. То есть первые 9 писем были вообще не про CRM, а про продажи, и потом с 10 по 13 письмо было еще 4 письма про то, как увеличить продажи с помощью CRM-системы. Вот этот инструмент сработал великолепно. Мы вкладывали 50 тысяч рублей в рекламу, и из продаж получали 100-150. Вот. И связка посетителей, подписчик продажи CRM работает существенно лучше, чем все остальное. Дальше я проводил другой эксперимент. Я сделал рассылку, когда люди подписывались, и подписчикам в лоб продавалась CRM-система. И сравнивал, когда CRM-система продавалась через не сразу, а через вводные продукты. Вы знаете, через промежуточные вводные продукты продавалась существенно лучше. Поэтому нужно выстраивать многоходовую систему продаж. У нас она выстроена. Я вам потом расскажу, как это выстраивается. Но смысл здесь такой, что если продавать в лоб продукты, то вы просто потратите кучу вообще своих усилий и ничего не продадите. То есть нужно продавать не в лоб, а нужно разогревать лид. И делается это, как правило, через обучающие продукты, через информацию. И после того, как вы уже человеку дали что-то бесплатное, либо за небольшие деньги, он уже не боится покупать более дорогие платные продукты. Ну а теперь давайте поиграем в угадайку на примере конкретного кейса в нашей воронке продаж. Давайте я вам расскажу, что из себя представляет этот продукт. Этот продукт представляет из себя, то есть как вообще воронка устроена. Сначала человек читает статью про шпаргалки в бизнесе. И в этой статье написано приблизительно следующее, что вот здорово же было в университете и школе пользоваться шпаргалками. Взял, достал шпаргалку, там компактно написано, все по делу. А вот в бизнесе, к сожалению, таких шпаргалок нет. А было бы здорово, если бы они были. И вот представьте, что 5 экспертов напряглись и создали для вас такие шпаргалки. Пройдите по ссылке, и вы можете их скачать и получить. Кто уже до моего рассказа видел этот продукт 8 интеллект-карт? Есть такие? Напишите в чат плюсики, если вы знали об этом продукте. А кто не знал, напишите 3 плюсика. Все знали про это? А, нет, кто-то не знал. Ну вот будете знать, что есть такой продукт. И вот дальше люди, которые прочитали статью, у них там в статье призыв конкретный, что вот, в компании B2B Basis постарались и для вас такие шпаргалки в виде интеллект-карт разработали. Нужно объяснять, что такое интеллект-карта или не нужно? Если нужно, напишите 9. Если не нужно, напишите 5. Что такое интеллект-карта? Нужно? Так, Игорь не знает, что такое интеллект-карта. Ладно. Так, подождите, что-то я не понял. Подождите, Игорь, вы же написали, что вы знали про 8 интеллект-карт, но теперь не знаете, что такое… Слышали про 8 интеллект-карт, а что такое интеллект-карт не знаете? 9 надо написать. Чем вы ошиблись? В смысле, нужно объяснять, что такое интеллект-карта или нет? А, все, понятно. 9 это кто не знает? Так, подождите, я уже сам запутался. Если нужно объяснять, что такое интеллект-карта, поставьте 7. Давайте так. Если не нужно, то поставьте 3. О, нужно объяснять, что такое интеллект-карта. Ладно. Так, хорошо. Смотрите. Обычно в Варде идет сплошной текст. И даже если мы посмотрим на содержание, то содержание, как правило, не очень-то и структурировано. То есть, идет заголовок, потом подраздел и подраздел третьего уровня. На самом деле, удобнее представлять информацию древовидно. И вот если вы посмотрите на вторую картинку на слайде 8 бизнес-решений, видите, на таком бежевом фоне, то увидите там на заднем фоне, вот за мужиком, который поливает такую загогулину, зеленую, растущую, главный пункт такой, там что-то буквы написаны, потом идет дерево, структура текста и так далее. Вот древовидная организация текста – это интеллект-карта. То есть, вы смотрите и видите, что откуда растет, как отпочковывается. Такое вот визуальное представление иерархически упорядоченной информации. То есть, это древовидная структура. И потому что, если у вас шпаргалка написана или текст какой-то сплошняком, то вообще говоря, непонятно, к какому разделу что относится. А здесь, когда у вас сразу вы получаете вот это дерево, то вам видно, к какой дисциплине, к какой области знаний, к маркетингу или продажам относится тут или иной вопрос. Понятно, что такое интеллект-карта? Это просто вот некоторое такое упорядоченное знание в виде дерева. То есть, у вас текст, там видно взаимосвязи текста, какой пункт какого зависит в древовидной структуре. Вот. Смотрите. Возвращаемся к нашему продукту. Человек читает статью, что существует, что раньше были шпаргалки, как было здорово. И сейчас тоже есть шпаргалки, причем их создали там в портале вебинаров B2Basis разные эксперты. И вы можете их скачать бесплатно. Дальше люди приходят на страницу захвата. В тексте статьи плохо выделена ссылка, надо пожирнее и побольше. Да это не важно. Эта статья, она так, для информации размещена. Мы туда трафик не гоним. Мы эту статью высылаем по e-mail. Она для примера здесь стоит. Вот. Дальше люди читают эту статью в письме, да, и они нажимают на кнопку «Хочу скачать». Они приходят на страницу приземления 8 бизнес-решений, 8 шпаргалки вашего бизнеса, вводят свой e-mail и сразу же получают на свой e-mail вот эти вот 8 интеллект-карт. И потом на следующий день, еще через один, к ним приходят письма и говорят, ну как, скачали, все у вас получилось, нравится. Большинству нравится, на самом деле действительно классный продукт. Вот. И потом им предлагается купить видеокомментарии к этим интеллект-картам. Объясню сейчас, для чего нужны видеокомментарии. Я вот, когда задал целью создать эти шпаргалки, у меня модгов не хватило, чтобы их правильно упорядочить. Ну, потому что я эксперт не во всех областях бизнеса, хотя я в B2B уже там 18 лет работаю. И поэтому я попросил других экспертов, каждый в своем вопросе, составить эти интеллект-карты. И, честно признаюсь, ну, 90% в этих интеллект-картах я понял. Но некоторые пункты даже у меня, скажем так, вызывали вопросы. То есть человек берет, смотрит шпаргалку, видит общую картину в целом, начинает проводить аудит, что у него происходит, прям как по чек-листу, понимает, где у него пробелы, вот. И на некоторые пункты он смотрит, просто тупо понять не может, что имеется в виду. Он понимает, что у него этого нет, но что это такое, он не знает. Потому что даже я не во всех интеллект-картах хорошо разбираюсь. Вот. А тут ему такой подарок. Говорится, вот хочешь, мы тебе дадим комментарии от экспертов, которые создавали эти интеллект-карты. Каждый комментарий от одного часа до полутора. Ты хотя бы поймешь, что там есть и откуда растет. И стоит этот продукт всего, и дальше уже предлагается цена, за которую он купит. Понятно, как устроена вот эта вот цепочка, воронка продаж. Ну, давайте теперь едем, поиграем в сплит. Уважаемые сотрудники, кто здесь присутствует, вы данные знаете. Вы в конкурсе не участвуете. Хотя можете и поучаствовать. Если не знаете, то участвуйте. Если знаете, то не надо, чтобы не портить статистику. Договорились? Смотрите. Когда мы высылали эту статью по e-mail, то сделали сплит-тестирование. Мы части людей отправили письмо с заголовком «8 шпаргалок» для развития вашего бизнеса. А вариант B, второй половине, мы отправили письмо с заголовком «8 решений для развития вашего бизнеса». Вот поставьте в чат, как вы думаете, какой из заголовков выиграл. Один варианта нет. Есть вариант А и есть вариант Б. А, так, Б, кто-то сказал Б, А, А, А. Так, вы, наверное, знали правильный ответ. Потому что на большинстве, вот я, допустим, недавно совсем летал в Кишинев, тоже в угадайку мы играли. Люди выбрали Б большинство, потому что, ну как, шпаргалки, несерьезно. Вот, и как-то вот мы же должны выглядеть солидно в глазах потребителя. Но я тоже думал, что «8 решений» выиграют. Но на самом деле выиграл вариант А, «8 шпаргалок», причем выиграл с суровым отрывом. Там и открываемость выше была, и количество переходов тоже. То есть, в варианте Б было 166 переходов, а в варианте А было на 85 переходов больше. Реально. То есть, так, подождите, на 83 получается. Да, на 83 перехода больше. Ровно, причем, это случайно получилось, я специально здесь не подгонял ничего. В варианте А ровно на 50% почему-то переходов по этому заголовку было больше. То есть, внутри письма одинаковые абсолютно, открываемость почему-то у заголовка «8 шпаргалок» чуть-чуть повыше, и количество переходов в полтора раза выше. Представляете, что бы было, если бы мы промахнулись заголовком. Ну, мы пошли дальше. И когда люди пришли на эту страницу, то мы дальше другой сплит сделали. Мы дали разные картинки. То есть, одну картинку в варианте А мы дали на бежевом фоне, и с мужчиной, который поливает такую какую-то штуковину, и вторую мы дали на синем фоне. Как вы думаете, какой вариант выиграл? А или Б? Поставьте в чат. Б. Еще какие варианты? А привлекательней. А привлекательней. Так. Ну, теперь, внимание, правильный ответ. Они были приблизительно одинаковые. Вот, вариант, здесь перепутаны цвета. Вот, мужик с лейкой на желтом фоне на графике изображен на самом деле синим, а бежевый фон, ну так уж получилось в системе аналитики, она по-другому почему-то цвета подставила. Да, куча людей на синем фоне, и тот там, где лысый мужик, планшет протягивает. Выиграл вариант на синем фоне. Вариант Б выиграл. Но выиграл он незначительно, он выиграл всего на 4%, и тут вопрос, а стоило ли бороться. С учетом того, что все коэффициенты в воронке продаж переумножаются, то плюс 6% это, в принципе, неплохо, по моим ощущениям. И бороться на самом деле стоило. Дальше мы начали тестировать цену. И был вариант, что мы предлагали людям купить эти 8 видеозаписей за 1000 рублей, и был вариант, что мы предлагали купить за 1500 рублей. Как вы думаете, в каком случае продаж было больше? В штуках, не в деньгах. Б, Б, А. Ну вот, здесь уже, да, здесь уже неоднозначно, да. Казалось бы, с одной стороны, что чем меньше цена, тем больше продаж. Но вы удивитесь, продаж по варианту Б было в полтора, в два раза больше. Итого, если бы мы не угадали ни с заголовком письма, ни с приземляющей страницей, ни с ценой, то мы бы получили тогда в среднем на одну рассылку всего 2 клиента, 2 продажи. А так мы получили, когда мы выбрали правильный заголовок в письме, мы выбрали правильный лендинг, и мы выбрали правильную цену, не 1000 рублей, а полторы, то мы получили в 2,5 раза больше клиентов, не 2, а 5. Ну и в качестве приятного бонуса мы получили больше прибыли, то есть плюс 375% к продажам. Хороший результат. Да, после этого вот начинаешь задумываться, а нужно ли тестировать цену и все остальное. Вопрос. Хотите создать такую же воронку продаж, такой же продукт? Ну, здесь никто инфомаркетингом не занимается, поэтому, наверное, этот вопрос смысла не имеет. Ну, если когда-нибудь вам придет в голову создание такой серии, то вспомните про нас, потому что мы выплачиваем с такого продукта 80% агентской комиссии. У нас уходит приблизительно 5% за бухгалтерский процессинг, точнее, за прием через платежные системы, и еще процентов 7-8 уходит на налоги. Итого получается, что у нас расходы 13%, и 7% мы оставляем себе, 80% выплачиваем партнерам. При цене 1500 рублей мы вам отдадим 1200, потому что мы заинтересованы в привлечении подписчиков и основные деньги. Хотим заработать не сразу, а основные деньги. Хотим заработать на продаже последующих продуктов. Теперь вопрос, как рекомендовать продукты? Что лучше делать с другими-то продуктами? Ну, вот один продукт есть, отлично, да? У нас есть одна точка входа, а есть еще продукты. Большой бизнес-прорыв, там, менеджер интернет-продаж, как нанять лучшего менеджера по продаже. Много других продуктов есть. Алексей, есть ссылка в партнерке? Есть. Сейчас другой вопрос. Вот смотрите, ну, согласитесь, 1200 рублей – это не сильно много денег, хоть и 80%. Интереснее же продавать продукты, более дорогостоящие, за 9000, за 10, там сразу 3000 рублей с одной продажи. Вот. И тут уже вопрос такой, как рекомендовать одну точку входа или две, или больше, чем две? Вот скажите, как вы думаете, в вашей ситуации, учитывая ваши ресурсы, ваше время, вы можете рекомендовать больше, чем одну точку входа? Точнее, даже не так. Понятно, что если у вас там контент-проект, и вам нужно людей кормить контентом, да, то вам скорее, наверное, подойдет стратегия множественных точек входа, и вы можете разные продукты наши рекламировать. Но в случае, если у вас не многостраничный сайт, да, и в случае, если вам не нужно решать вопрос о разнообразии точек входа, то наверняка в этом случае удобнее что-то одно рекламировать, чтобы 35 всяких рекламных кампаний не настраивать, и рекламных текстов не писать, и 25 рассылок не отсылать. Вот напишите, пожалуйста, ваша, какая ситуация, вам удобнее рекламировать одну точку входа или две? Ну, две и больше, то есть одну один пишем, две и больше пишем два плюс, или два просто. Так, у Инны два, у двух человек по одной, два плюс. Ну, тут мнения разделились, нужно и то, и другое. Смотрите, у нас на самом деле, честно признаюсь, сейчас хорошо отстроено для одной точки входа. И вот что делать, если требуются множественные точки входа? Здесь у нас пока еще не очень хорошо отстроена воронка продаж для других точек входа, но для одной мы, наконец-то, ее построили. Мы строили, строили, наконец-то построили. С ноября месяца строили, даже с октября. Вот, давайте я вам расскажу, как она устроена. Потом, в конце, я, наверное, если у вас еще интерес останется, расскажу, что делать, если хочется порекламировать несколько точек входа. Смотрите, фактически у нас продукты, на которых идет основная монетизация, вы видите в правой части слайда на экране. Это у нас продукты, которые стоят от 9 до 27 тысяч рублей. И основная монетизация идет на нем. У кого нет слайдов, нажмите F5, они появятся, либо перезадите. Что происходит дальше, когда человек скачивает 8 интеллект-карт? Смотрите, здесь эта штука, эта воронка продаж изображена в левой части, в текущем слайде. На первый день, вот вы видите цифры и заголовки. Заголовки – это заголовки писем. И когда человек скачивает 8 интеллект-карт, то в первый день ему ничего не приходит, кроме Welcome Video, в котором я говорю, что меня зовут Такты, у меня для вас там есть эксклюзивное предложение, поскольку вы новый подписчик. На следующий день ему приходит напоминалка. Как вы интеллект-карты скачали нормально, все здорово. Обратите внимание, что есть к ним видеокомментарии. На второй день после скачивания приходит письмо с заголовком видеозаписи каждой из 8 интеллект-карт. И мы говорим, что вот, и в этом письме мы уже конкретно продаем видеозаписи. Делается это именно на второй день, точнее, плюс не на следующий, а через один. Плюс два дня к тому, что человек скачал. Потому что человеку нужно дать время ознакомиться с основным продуктом, понять, что с видеокомментариями будет гораздо мощнее. И вот мы присылаем такое продажное письмо на второй день после того, как человек скачал. Дальше мы напоминаем на третий день, что скидка подходит в концу. К концу поторопитесь, там есть ограничения по времени 96 часов. И через неделю мы уже говорим, что вот если вам не очень удобно пользоваться в PDF-ах, можете получить оригиналы, пожалуйста, забирайте. И на этом мы человека оставляем в покое еще на одну неделю. А через две недели мы начинаем уже присылать дополнительную информацию. И для того, чтобы не раздражать людей рекламой, мы присылаем дополнительную информацию в виде полезных видео. Мы говорим, что вот есть такое суперклассное видео, с помощью которого вы можете обучить ваших менеджеров по полной программе. И возьмите, вот вам ссылка, идите и посмотрите. Если человек не переходит по этой ссылке, ничего не происходит. Он не получает никакого предложения. И вот во всех этих письмах, которые приходят со смещением 14, 21, 28, 35 дней, 42 и 49, в них нет рекламы. В них дается исключительно полезный контент по какой-то теме. И мы никаким образом человека не заставляем что-то купить. Мы говорим, что вот если вас интересует, например, вопрос персонала, то вот на 21 день приходит такое письмо, что на работу надо брать только умно-бедных. И даем внутри ссылку, как проводить собеседование. Если человек проходит, смотрит, как проводить собеседование. Вот в этот момент уже включается так называемая добивающая серия писем с помощью триггера. Триггер – это как раз таки, как это сказать, это некоторый переключатель по событию. Вот так переводится. И как это работает? Работает это следующим образом. Например, если человек переходит по ссылке, как проводить собеседование, то система автоматически ему высылает еще два письма на следующий день после того, как он перешел и еще через один день. То есть на следующий день система высылает ему еще одно полезное видео, разумеется, с рекламой основного продукта. То есть видео полезное, но в конце есть реклама основного продукта. И еще через один день приходит чисто исключительно рекламное письмо. Таким образом мы разогреваем интерес человека к данной теме. Мы показываем ему, что вот есть такие технологии, с помощью которых он может получить результат. И что в принципе там есть очень много нюансов. И если человек купит платный продукт, он решит все свои проблемы, закроет и решит. И таким образом у нас выстроена цепочка продаж всех основных продуктов из серии 8 интеллект карт. Понятно, как работает? То есть первую неделю мы продаем исключительно вот этот дешевый продукт за полторы тысячи. И в случае, если этот продукт покупается, то мы потом перезваниваем этому человеку и спрашиваем. Вот вы приобрели комплект из 8 интеллект карт. Из видео комментариев к 8 интеллект картам скажите, пожалуйста, что посмотрели? Что удалось посмотреть? Человек говорит, ну вот там вот эту, вот эту и вот эту. А какая понравилась больше всего? Он говорит, ну вот мне понравилась, например, интеллект карта по организации работы отдела продаж. Менеджер по продажам в этом случае должен говорить. А вы обратили внимание, что там есть, у нас есть расширенный курс 4-недельной организации работы отдела продаж. Вот что вы думаете по поводу его приобретения? То есть вот на самом деле вот этот вводный продукт за полторы тысячи рублей, он нужен не для того, чтобы заработать на нем деньги, он нужен для того, чтобы человек оформил заказ и показал свою лояльность и платежеспособность. Но если он заплатил полторы тысячи рублей, наверное, телефон оставит по-любому. И дальше мы ему уже будем названивать и продавать другие продукты, тем более, что серия писем этому способствует. Вот есть у нас серия писем, которая рано или поздно человека доконает, причем доконает она его в очень-очень щадящем режиме. Например, человек получает письмо, обучите ваших менеджеров по полной программе, а у него нет там такой необходимости. Он по ссылке не переходит, ничего не смотрит, никакого рекламного предложения не получает. То же самое с наймом персонал, то же самое с организацией работы отдела продаж, то же самое с плюс один миллион. А вот по поводу сайта, как делать интернет продажи, человек перешел, заинтересовался и посмотрел видео, ему прислали еще одно видео и потом прислали конкретно продающее предложение. Понятно, как работает триггерная система. То есть мы высылаем только полезный контент и в случае, если человек интересуется этой темой, то мы присылаем дальше на разогрев еще одно полезное видео бесплатное, а потом закрываем на продажу. Поэтому в принципе рекламировать больше, чем одну точку входа не нужно. И вот сейчас у нас отстроена уже воронка продаж для точки входа 8 интеллект карт, но к сожалению у нас пока еще не отстроена воронка продаж отдельных входов каждому из вот этих продуктов. То есть для тех из вас, кто интересовался множественными точками входа, чтобы можно было отправлять людей не только на 8 интеллект карт, но еще и на 58 фишек, на 5 систем найма и на организацию работы отдела продаж. Вот для вас пока еще другие воронки не отстроены и нет хорошей такой продающей серии писем для того, чтобы продать каждый из продуктов в отдельности. Но мы над этим работаем. Я надеюсь, через месяц-два уже сможем провести вообще отдельный вебинар по другим точкам входа. Вопросы по воронке продаж 8 интеллект картами есть или едем дальше? Если едем дальше, поставьте 2 плюс в чат. Если есть вопрос, напишите, пожалуйста. Все, отлично. Теперь самый главный вопрос. А сколько можно на этом заработать? И где мой миллион? Смотрите. Для того, чтобы получился миллион на агентской комиссии, здесь параметры такие расчетные, что необходимо продать здесь. Когда я вычислял цифры, которые вы видите сейчас на слайде, я отталкивался от обратного. Для того, чтобы получился миллион, необходимо заработать на 8 интеллект картах 166 800 рублей. Откуда взялась такая цифра? Эта цифра взялась, исходя из того, что на 8 интеллект картах вы зарабатываете 1200 рублей комиссии агентской. Но это быстрые деньги, те, которые вы заработаете в течение 1-2 недель с момента привлечения подписчиков. Но потенциально мы рассчитываем на то, что среднее количество закупок от клиентов будет 2. 2 кроме 8 интеллект карт. То есть у нас есть 5 основных продуктов. Понятно, что мы будем делать большее количество продуктов. Но, скорее всего, все 5 мало кто купит. Кто-то купит 1, кто-то купит 2, кто-то купит 3, кто-то 4. Возможно, кто-то захочет купить все 5 продуктов. Такое тоже не исключено. И мы считаем, что среднее количество закупок будет 1,5-2. И вот эти долгие деньги вам дадут еще 6000 рублей. То есть 166, почти 167 тысяч вы заработаете быстро. Они вернутся моментально с момента привлечения подписчиков. И еще 830, сколько тут получается, 3000 рублей. Они придутся. Это будут долгие деньги. Здесь цикл продаж длительный в B2B. И они, скорее всего, к вам вернутся только через от 3 до 24 месяцев. Это связано с циклом принятия решений. И вот у нас мы смотрим и анализируем, кто у нас покупает. И вот есть люди, которых раньше не было в подписчиках. И это относительно свежие, которые приходят и делают заказы. А есть покупатели, которые являются подписчиками несколько лет. То есть, причем тут корреляции вообще никакой нет. Есть и те, которые год-два, есть и те, которые по 4-6 лет уже читают рассылки. Есть быстрые деньги и долгие деньги. Соответственно, для того, чтобы 166 800 рублей пришло с 8 интеллект-карт, нужно продать 139 приблизительно штук этих видеокомментариев по 1500 в 8 интеллект-карт. Для того, чтобы это сделать, с конверсией 2%, здесь вот просто я в Excel посчитал, подписчиков нужно привести 4634 подписчика. А для того, чтобы столько подписчиков получилось, нужно, чтобы количество прочтений статьи, ту, которую вы разошлете или разместите у себя, составило 7356. И в случае, как некоторые здесь говорили, что являются специалистами по контекстной рекламе либо по привлечению трафика из социальных сетей, в случае, если у вас себестоимость получится, у вас по 20 рублей, например, вам же все равно придется тратить как-то свои деньги на то, чтобы давать контекстную рекламу. Если вы будете укладываться в 20 рублей за привлечение одного подписчика, то затраты у вас составят приблизительно 147 тысяч. И достаточно быстро они отобьются на быстрых деньгах, то есть 166, оно покроет 147. Предельное значение, по которому вы можете привлекать подписчиков, вкладывать деньги в рекламу для привлечения новых клиентов по партнерской программе B2Basis – это 20 рублей. Выше 20 рублей, если будете платить, то у вас экономика не сойдется, скорее всего. Вы не сможете быстро вернуть свои деньги. В случае, если вы используете бесплатные методы привлечения покупателей на своих ресурсах, в статьях, на сайтах, в блоге, в соцсетях, то здесь я просто взял количество читателей статьи, поделил на 365 дней в году и получил 20. Там 20,1. Случайно так получилось, что 20 рублей, 20 подписчиков, вот такие пороговые числа, они совпали, я их не подгонял, это правда. Если вам удастся выйти на уровень 20 прочтений статьи в день, то в течение года вы заработаете 166 тысяч только на продажах продукта 8 интеллект-карт, это получается приблизительно 13 или 14 даже тысяч рублей в месяц. И еще в течение до двух лет, по нашим расчетам, если мы не ошиблись, и будет в среднем 2 дополнительных продажи, вы заработаете в среднем еще плюс 6 тысяч, либо 834 тысячи рублей. И в сумме 166 плюс 834 дадут как раз тот заветный миллион, к которому мы все стремимся. Вопросы есть по этой схеме, по тому, каким образом выйти на показатели миллион. То есть здесь ключевым моментом является, как выйти на количество прочтений 20 статей в день. Если вы эту задачу решаете, что минимум 20 человек в день будет прочитывать статью, и в которой будет зашита ваша партнерская ссылка, уж там по имейлу отправлять, либо в соцсетях где-то постить, то, скорее всего, вы на такие цифры выйдете, потому что наша воронка продаж показывает такие цифры. Так, отлично. Если все понятно, то тогда остается дать вам только пошаговый алгоритм, и после я отвечу на вопросы, если такие существа остаются. Что вам нужно сделать для того, чтобы заработать миллион пошаговый алгоритм? Безусловно, без партнерской ссылки вы никак его не заработаете. Поэтому вам нужно зайти на сайт B2BBasis, в раздел «Контакты», «Партнерская программа». Я вам сейчас ссылку в чат сброшу. Так, минуточку. Вот она. Пожалуйста. Вы проходите по данной ссылке, регистрируетесь в партнерской программе. В этой партнерской программе там есть два раздела. «Мой магазин – это продавать» и «Рекламировать». Это значит рекламировать. Заходите в «Рекламировать». Вот если честно, я не помню, в каком разделе там нужно поискать ссылку на 8 интеллекарт, ну, наверное, бесплатные курсы. Либо, может быть, там есть отдельный раздел «8 интеллект карт». Но если не найдете, напишите, в конце концов, «Саппорт», вам подскажут, куда ткнуть, для того, чтобы «Саппорт B2BBasis», я имею в виду. Можете написать на consultingsobaka.b2basis.ru или на партнерс. Сейчас я, кстати, скажу, как он точно выглядит, этот партнерс. Он вам тоже сбросил в чат. Если не найдете, не дай бог, ссылку партнерскую, ну, поверьте, мне там ничего сложного нет. Чтобы ее найти, вот если не получится, по каким-то причинам, то пишите на партнерс.sobaka.b2basis, да, получайте свою партнерскую ссылку, и дальше размещайте материалы, баннеры и статью. Баннеры мы делали. У нас есть комплект флешевых баннеров со стоп-кадром на 30-й секунде. Для Google готовили комплект гифовских баннеров, которые не останавливаются, постоянно крутятся. Пока еще данных статистики нет. Мы не знаем, какие из них лучше работают. Но если там баннерная реклама, это ваш случай, где-нибудь к лету 2014 года уже можно спрашивать, какой баннер лучше работает. Но у меня есть гипотеза, что гифовские баннеры будут работать лучше, чем флешевые, потому что флешевые, они останавливаются, а гифовские, они крутятся постоянно. Ну, их ставить проще. Поэтому в разделе, там же, где вы входите в партнерскую программу, где вы регистрируетесь в партнерской программе, там внизу должна быть ссылка, рекламный материал для партнеров. Пройдите туда, возьмите готовые статьи, возьмите готовые баннеры. Если там не хватает информации, напишите на партнерс собака B2Basis, либо напишите, можно писать на специальный e-mail проекта 8ik собака B2Basis.ru и попросить дополнительные материалы, которых вам не хватает. Мы понимаем, что это наш основной продукт, и, разумеется, будем делать очень много заинтересованных в том, чтобы наши партнеры не тратили время, и чтобы им было как можно легче с нами работать. Вот таким образом мы больше получим трафика. Трафик нам нужен, и мы не хотим заставлять наших партнеров сильно много мучиться с изобретением рекламных материалов. То есть, все, которые нужны, наиболее основные мы разработаем и выложим, можете их требовать. Если у вас какой-то особенный случай, и действительно много трафика, напишите нам в этом случае, сделаем мы индивидуальные материалы под вас, разработаем и отдадим. Поэтому размещайте материалы. Для продвинутых можете заняться, если вы умеете это делать, контекстной рекламой и другими видами реклам, в том числе платными. Но здесь будьте внимательны, вам нужно привлекать подписчиков не больше, чем по цене, не больше, чем 20 тысяч рублей. И если вам нужно отслеживать непосредственно по CPA количество подписчиков, то, по-моему, у нас партнерская программа не дает возможности отслеживать именно количество подписчиков, это нужно системы аналитики настраивать. И здесь, скорее всего, нужно просто подобрать какую-нибудь CPA-сеть. Возможно, в CPA-сети будет аналитика по отслеживанию количества подписчиков. То есть, сложно работать в каком смысле? Что нет возможности в партнерской программе показать, во сколько обходится подписчик. Я вот говорю, что лучше контролировать по 20 рублей. Сейчас такой возможности нет. Это вообще, в принципе, не решается. Ни в Smart Responder, ни в GetResponse. Такого нет для партнеров. Ну, надеюсь, когда-нибудь этот вопрос мы решим. Один из вариантов решения – это подбор площадки CPA-сети. Мы ее подберем, либо, может быть, вы знаете такую профессиональную площадку. Мы возьмем счетчики этой площадки, разместим у себя, и тогда вы будете видеть уже стоимость за подписчика. Вот тут Алексей пишет, что баннеров пока нет, сделайте. Алексей, я вас уверяю, баннеры есть, просто мы их не выложили. То есть, они существуют, это совершенно точно. Мы их не положили пока еще на страницу с рекламными материалами. Я понял, что их нужно выкладывать. Ну, я надеюсь, в ближайшие дни выложим, вы их там увидите. Сергей, адмитат – это CPA-партнерка, которая показывает стоимость за подписчика. Правильно я понимаю? Ну, и конечная цель, финальная, что необходимо обеспечить минимум 20 прочтений в день статьи. Если вы на этот показатель выходите, то все отлично, миллион у вас в год должен получиться. Не в 2014, но хотя бы в 2015. Адмитат.ком. Хорошо, спасибо за рекомендацию. Вот здесь Оксана Овсяникова присутствует, менеджер проекта. Оксана, возьмите на заметку. Адмитат.ком. То есть, там идея такая, что мы систему аналитики под каждого партнера не сможем установить себе на сайт. Ну, просто партнеров много. И проще. И из-за этого мы теряем то, что профессиональные партнеры не могут по предварительным показателям понять, вообще правильно они действуют или нет. Отследить стоимость подписчика по разным каналам. А если мы интегрируемся и разместим счетчики Адмитата у себя на сайте, то, возможно, система аналитики Адмитата будет показывать нашим партнерам стоимость за подписчика. И тогда мы всем своим партнерам будем рекомендовать рекламировать нас по своим партнерским ссылкам с использованием системы Адмитат, чтобы они смогли отслеживать стоимость подписчика. Понятно? Ну, на этом, уважаемые коллеги, все. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Если вопросов нет, то буду рад видеть вас в числе наших партнеров. Регистрируйтесь на сайте b2basis.ru в меню контакта партнерская программа. Вопросы? Так, и вам спасибо. Я желаю вам большого количества просмотров, высокой конверсии, но над этим мы уже поработали. И я надеюсь, что нам вместе удастся заработать большую кучу денег. Удачи вам и спасибо за ваше время и интерес к нашим продуктам. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok